ПЕСНЯ ЛЕТИ ЛЕВА Только о развлечениях. Санджак, наследника, должен возглавить не такой человек. Шекзаде Баязет мне нравится. Он ловкий и отважный воин. Но очень молод и неопытен. А если говорить о Шекзаде Джахангире, тут все ясно. Мой бедный братишка. Он носит на своей спине весь мир. Верно. Верно. Поэтому он никогда не взойдет на трон. Однако с его умом, Шекзаде, он всегда будет рядом с вами. Это и есть самая большая свобода. Он никогда не будет участвовать в этих кровавых играх. Шекзаде, уже пора уходить. А куда ты торопишься? Нам надо как можно раньше вернуться во дворец. Как известно, в столице неспокойно. Ты прав. Надо быть осмотрительнее. Хорошо, что Али-Ага предупрежден. Нельзя поступать так, как им хочется. Надеюсь, что повелитель примет правильное решение. Ты до самой до зари Поцелуи мне дари Птиц тили-тили, песнь тили-тили Скажет, как люблю тебя Птиц тили-тили, песнь тили-тили, вай Очень хорошая песня. Кто тебя ей научил? Мама. Вам понравилось? Очень. Повелитель, позвольте удалиться. Мы не будем больше вас беспокоить. Приведи Энергейшах ко мне снова. Мне нравится ее славный голосок. Конечно. Слава Аллаху. Скоро у нас будет еще один внук. Это правда. Наложница Мустафы беременна. Я надеюсь, она родит славного Шихзаде. Да будет так. Аминь. Шихзаде Мустафа появился на свет в Манисе. Я буду просить Всевышнего, чтобы и мой внук родился там. Тысячи воинов встретили Шихзаде. Как мог повелитель промолчать? Он пока об этом не знает. Он знает? Рустем обо всем ему доложил. То, что случилось, это возмутительно. Мустафа и Янычеры явно что-то плохое задумали. Мама, как вы думаете, кого выберет отец? Того, кого я поддерживаю. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Синьора Сесилия Отец пришел, Джованни? Пришел, синьора. Он уже ждет вас. Отец предупреждал меня, что это важный разговор. Ты ничего не слышала об этом? Слышала, синьора. Он приказал начать собираться в дорогу, потому что скоро вы возвращаетесь к матери. Значит, моей мачехе вздумалось выгнать меня из дома? Синьора, что с вами? Вам плохо? Я хочу отсюда уйти. Я хочу вернуться домой. Я очень хотела бы помочь вам, но это невозможно. Выход должен быть, я уверена. Что это ты делаешь? Ничего, я мою синьору. А она сама не может? У нее своих рук нет. Так нельзя? Она моя госпожа. Аллах, да пошли мне терпение. Здесь она не госпожа. Вы здесь все равны. Отойди. А ты мойся сама, понятно? Перестань на меня так смотреть, иначе ты очень об этом пожалеешь. Я так хочу взять на руки своего сына, Мустафа. Иншаллах, да родится он здоровым и сильным. У меня хорошее предчувствие. Это будет мальчик, храбрый и сильный, как ты. Да подарит ему Аллах твои глаза и твое сердце. Я ужасно боюсь, что потеряю тебя. Тссс. Такого никогда не произойдет. Матушка, что-нибудь случилось? Я не могла ждать до утра. Сегодня днем мы с внучкой навещали повелителя. Я не удержалась и сказала ему, что надо снова отправить тебя в Манису. Зачем же вы это сделали? Не волнуйся, все хорошо. Повелитель был очень доброжелателен. Вот увидишь, Мустафа. В Манису снова вернешься ты. Да. Шех Заде, госпожа. Повелитель хочет вас видеть. Пусть девушки переодеваются в ночные одежды и ложатся спать. Поняла? Ужасно. Похоже, тебе что-то не нравится. Надевай то, что дают. Девушки, завтра для всех вас будет трудный день. Ложитесь. Закрывайте занавески. Всем спать. Когда я еду, отец? Дорогая, мы отправляемся завтра утром. Ты поедешь со мной? Я не могу не проводить свое сокровище. Кроме того, нас ждет сеньор Энца. Мы остановимся у него на Корфу на несколько дней. Кто это сеньор Энца? Торговец, за которого меня пытаются выдать замуж, твоя возлюбленная супруга. Я правильно поняла? Ты не обязана выходить замуж, Сесилия. Поверь, никто не сможет заставить тебя, если ты этого не захочешь. Уезжать отсюда я тоже не хотела. Но меня выгнали. Разве это не так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Это ваша любовь, поверьте. И для меня тоже, Мустафа. Для меня тоже. Я вижу, что мама пришла в себя. Это просто чудо, что она смогла пережить весь этот ужас. Я скучал по маме. А мы скучали по тебе. Но ты нам ничего не рассказываешь. В Сан-Джаке всё хорошо? До меня доходят вести, что в Сан-Джаке он не сидит, вечно где-то носится. Мы там не для того, чтобы сидеть в дворце и веселиться, Селим. Ты лучше расскажи, как я сегодня победил тебя на матраках. Когда ты уже повзрослеешь. Что это, я отдохну наверху, Рустам? Ведь я сегодня получил такие сильные удары, что у меня болит всё тело. Сестра. Селим прав, Боэзет. Пора взрослеть. В Сан-Джак наследника отправишься именно ты. Я просто пошутил. Уже прошло столько времени. Когда повелитель объявит своё решение? Будьте терпеливы, Шахзаде. В Манису поедете именно вы и никто другой. Жаль, мне удалось поговорить с мамой. Хотя, я не слишком-то этого и хотел. Что ещё случилось? Средств, отпускаемых мне из казны, не хватает. Я регулярно беру деньги в долг. Вы можете идти. Сколько денег тебе нужно? Пятьсот тысяч, Октя. В чём же дело, Боэзет? Мы посылаем тебе очень большие деньги. Наш Шахзаде щедр и всегда помогает людям, госпожа. Он раздаёт деньги народу и воинам. Не правда ли? У каждого своя натура, Ростем Паша. Я такой. Если не вы, так я сам поговорю с мамой. Я с ней поговорю. Но об этом никто не должен знать. Особенно папа. Иначе это может повлиять на его решение относительно Манисы. Манисы. Госпожа. Шех Заде. Столько времени прошло, не так ли? Последний раз мы виделись на похоронах Мехмета. Да пребудет он в раю. Аминь. Трон над его могилой говорит о том, какое место он занимал в сердце отца. Вы потеряли своего сына, а я потерял брата. Я страдал столь же горько, сколь и вы. И потому ты так рвешься поехать в Манису, Шех Заде? Ты ищешь утешение во дворце, где была пролита кровь Мехмета? Пускай так думают те, кто, пускай из грязной игры, выгнал меня из Манисы. Может, поэтому Аллах наказал вас и забрал моего ни в чем не повинного брата. Все несут ответственность за свои поступки. И все за них расплачиваются. Не забывай, чтобы забраться на гору, нужно время. А упасть с нее можно в одно лишь мгновение. Шех Заде. Рассказывай, что слышала. О чем они там говорили? Я пробыла там недолго, но самое важное услышала Шех Заде. У нашего Шех Заде накопилось много долгов. Он намерен просить помощи у Хюрем Султана. Что с тобой, Сулейман? О чем ты задумался? Я только что с Шех Задой Мустафой встретилась. Вы что, с ним из-за чего-то повздорили? Нет. Я просто поговорил с сыном, мы обсудили дела. Давно я не чувствовал себя так хорошо. Я уже слышала об этом случае с янычарами. Думала, ты из-за этого огорчен. Хорошо, что вы все мирно уладили. Это так. Мустафа стал взрослым. Он теперь уже зрелый Шех Заде. Его достойное поведение и ум придают мне сил. Только его, Сулейман? Есть еще Боезет. Есть Селин. Есть Джихангир. Все они пытаются быть достойными тебя, Шех Заде. Я в этом и не сомневаюсь. Как отец я доволен всеми сыновьями. Да будет и Аллах ими доволен. Но им недостаточно просто быть моими сыновьями, чтобы я был доволен ими как повелителем. Когда речь идет о детях, всегда очень сложно сделать выбор, правда? Они все переживают. Они затаили дыхание и ждут твоего решения. Так кого следует отправить в Сан-Джак наследника, Хюрен? Которого из Шех Заде? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня плохое предчувствие. Но приближалась буря. Мы вынуждены были остановиться. Энца идет. Будь учтива с ним, хотя бы ради меня. Сесилия, вы намного красивее, чем мне говорили. Прогуляемся? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дурки! Дурки! Уведите отсюда женщин. Быстрее! Быстрее! Дайте мне меч! Отец! 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 Дед! Дед! Уходи отсюда! Пусть Наверие уведет тебя! Отец! 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 КОНЕЦ 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 Синьора! Синьора! Синьора, помогите! Синьора умирает! Помогите, Синьора! Бедняжка, зачем же она это сделала? Что она с собой сделала? Все пристрашивает. Я бедная. Она будет жить. Позовите лекаря. Сейчас же! Что же будет теперь? Что они здесь делают? Госпожа, ночью в Гареме кое-что произошло. Они теперь рассказывают о том, что им известно. Что же произошло? Почему мне не сообщили? Клянусь, я как раз собирался вам рассказать. Недавно прибывшая девушка решила на себя руки наложить. Однако Шахзаде Селим Хазрет Лери поспешил ей на помощь. Селим? Да. Возвращаясь из дворца Мехримах Султан, Шахзаде услышал крики. А как ее зовут? Это Сесилия. Та дерзкая, которая вам вчера дорогу преградила. Мне очень жаль ее. Такая красивая девушка. Хвала Аллаху. Какой прок от красоты, если ума до сих пор не нажила. Лежи, Хатун, не вставай. Я и так из-за тебя всю ночь не сплю. Что со мной? Она еще спрашивает. Ты же перерезала запястье. Давай я сама сделаю. Зачем вы меня спасли? Я не хочу жить в этом аду. Здесь человек сам создает себе ад или рай. Ты ведь видела Хюрем Султан? Она была такой же, как мы, когда сюда попала. Хюрем Султан? Та, которую ты просила вернуть тебя домой. Это она. Супруга Султана Сулеймана Хазрид Лири и мать его детей. Когда она сюда попала, столько невероятных мук претерпела, столько вынесла. Но она была очень сильной. Она сумела приворожить самого повелителя. Приворожить? То есть влюбила в себя. Видно, повелитель очень сильно ее полюбил. Ей удалось расправиться со всеми, кто с ней из-за этого враждовал. Теперь она повелительница мира. Более могущественной женщины на земле нет. А ты везучая, Хатун, честное слово. Если бы Шехзаде не подоспел, ты бы умерла. Шехзаде. У вас их называют принцами. Шехзаде — это и есть принц. Султан Сулейман Хан Хазрид Лири — его отец. Где Синанага на Сухофенде? Архитектор внутри повелитель. Работает день и ночь, чтобы вовремя закончить строительство мечети. Я могу его позвать. Не стоит. Нет нужды. Хаджача люби. Хочу помолиться за сына. Пойдем со мной. Это честь для меня повелитель. Да дарует вам Аллах терпение, повелитель. А тем, кто сейчас с нами здоровья и спокойной безмятежной жизни. Аминь, Хаджача люби. Аминь. Как твои дела, Хаджача люби? Давно мы с тобой не виделись. Слава Аллаху, повелитель. Правду сказать, у меня есть кое-какие проблемы с шейху Леслам и Фенди, повелитель. Я бы хотел позже это обсудить. Непременно. Как тебе известно, я вызвал всех своих шахзады в столицу. Все они здесь. По-видимому, вы вновь должны принять решение, и это лишает вас сна, повелитель. Речь о Санджаке наследника, не так ли? Своё решение, Хаджача люби, я уже принял. Но меня теперь волнует, что дальше будет. По-твоему, мои дети готовы к этому решению? Готовы ли османское государство, мои друзья и враги? Какая разница, готовы они или нет, повелитель? Если вы пожелаете, даже гора должна рухнуть и превратиться в пыль. Ветер должен утихнуть, а море высохнуть и исчезнуть. Когда этот трон установили над могилой нашего покойного шахзады, я очень много размышлял. Почему наш повелитель отдал такой приказ? Подобного я не видел. Зачем? Удалось найти ответ. Есть вопросы, на которые существует несколько ответов повелитель. Каждый из них обжигает сердце и бередит душу. Вы отдали такой приказ, потому что ушел шахзады, которого вы в сердце желали видеть на троне? Или же вашей целью было преподать таким образом урок истинному престола-наследнику? Напомнить ему о неизбежности смерти? Показать, что дорога к трону всегда устлана смертями? Я Сулейман. В 16 лет провозглашенный наследником престола Санжакбей Манисы. Мой отец, его султан Салимхан, завоевал трон на поле битвы. Шагая по пути к власти, он не пощадил своих братьев и сломил отца, султана Байзетхана. Я получил власть вместе с отцовским проклятием. Власть, путь которой был устлан смертями. В стихах я начал искать убежище. Я взял имя Мухиби. Мухиби говорит, Кто властвует, но не допустит зла, Неколебим, несоблазним стоит. Кто милости небес добиться смог, В богатствах, рассыпаемых над ним, Тот властелин, владыка, царь и бог. Я, Сулейман, я благодарю Всевышнего, Что не послал мне брата, с которым я должен был бы бороться. И все же я не вступил бы в войну со своим братом, Отошел бы, пусть даже назвали бы меня трусом. Я искал бы ответа в глазах моей матери. Нет, пусть все принадлежащее османам досталось бы ему, Лишь бы руки мои не обогрела братская кровь. А мои дети? Готовы ли они отказаться от войны, как я? Уйдут ли они? Оставив все, вместо того, чтобы проливать братскую кровь. Какая участь их ожидает? Пойдет брат на брата. Ты сможешь это остановить, Сулейман? Хватит ли тебе сил? Способна ли твоя власть, разрушающая горы, Осушающая моря, сокрушающая врагов, Остановить это? Смогут ли решения, которые ты принял, И которые тебе еще предстоит принять, Остановить эти реки крови? Или же они сами станут тому причиной? Госпожа. Всех наших Шахзаде на совет позвали, Госпожа. По приказу повелителя. Очевидно, им должны решение объявить. Мустафа, Селим, Баязет и Джихангир. Четыре льва султана Сулеймана. Говорят, что дети – отражение их отца. Мустафа похож на отца непоколебимым чувством справедливости. Селим своей творческой натурой и тонким вкусом. Баязет – своим непокорным воинственным нравом. Джихангир – своим умом и широтой знаний. Каждый из сыновей носит черты своего отца, будь они хороши или плохи. Несмотря на то, что они росли вместе, на пути к трону, куда они отправились, они все одиноки. К сожалению, на престол взойдет только один из них. И первым делом он велит казнить своих братьев. Конечно, если те все еще будут живы. Я – Ибрагим. Разве только я каждый день в очах повелителя видел свою смерть? Разве только я смотрел в глубокие глаза султана и бежал к смерти? Разве только я был лишен спокойного сна? Или же эти игры вокруг престола принесут еще много жертв? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...